Из этих процессов, в принципе, возможно с использованием проводить, и разумно проводить, с использованием воздуха? С использованием воздуха процесс проводится в основном в топливном элементе. Если топливный элемент, например, используется на борту автомобиля, имеется баллон водорода на борту, а кислород поступает из воздуха. То есть окислителем является кислород воздуха. Вот это традиционная схема водородного автомобиля. При наличии азота снижается. Есть так называемая, формируется так называемая азотная подушка. Это когда азот экранирует доступ кислорода, скажем, в газодиферсионных электродах, в электроэкатолитических слоях. Характеристики падают. Страшнее всего углекислый газ. Углекислый газ, да, но это, значит, если мы говорим, он тоже негативным образом влияет на кислородном электроде, да, но для водородного электрода это еще большая проблема, поскольку образуется СО, блокирующий платину, да, просто, так сказать, ну, это известная проблема СО-стойких катализаторов. Там нужно добавить рутыний, ну, тогда катализатор становится толерантным к СО и СО2. Я вынужден прекратить.